МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости на 6-м канале в студии Юлия Кузнецова. Здравствуйте. Повредило 13 машин. Крупная авария сегодня произошла во Владимире на улице Полина Осипенко. Водитель бетономешалки не вписался в поворот. В результате машина столкнулась с пассажирским автобусом, а потом с легковушками ВАЗ-2114 и Тойота Камри. От удара бетономешалку откинула на припаркованный на обочине автомобиль. Тот, в свою очередь, врезался в рядом стоящую машину. В результате такой цепной реакции пострадало 9 автомобилей. Все они были пусты, пострадавших нет. По словам очевидцев, на остановке в момент ДТП стояло несколько человек. Если бы не автобус, бетономешалка могла бы наехать на них. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия. Водителя бетономешалки госпитализировали. Шокированные владельцы поврежденных машин утверждают, что он был не в себе. Выезжал с той стороны, с стороны Ракатки. Задел автобус, 14-ю. Потом Тойота Камри мою. И поехал дальше. То есть, еще одну машину пока все, вот он не сгреб в кучу. Потом он перевернул ее, залез. Я уже смотрел, потому что машина была развернута. И уже залез на форт, наверх. А вызвали, побежали смотреть его. А он там спит, что ли, что ли. Ну, говорят, пьяный. Сильно. Ну, им честненький, там и мальчишки его вытаскивали уже из машины. Ну, живой? Живой, да. Увезли на реанимацию. Владимирцы сделали свой выбор. Накануне в 33-м регионе, как и по всей стране, состоялся единый день голосования. 18 сентября граждане страны выбирали депутатов в Госдуму. Руководители региона и города голосовали на разных избирательных участках в разное время. За волеизъявлением высокопоставленных владимирцев и не только наблюдал Алексей Дудин. По традиции губернаторов день голосования встречают с песнями и плясками. Свой выбор Орлова сделала в Юревецком доме культуры. Праздничка вас, вас тоже, все души. Все нормально, все коллеги наши выехали на места, все участки открылись. Да и погода вроде бы нам помогает, но она такая грибная, лишь бы за грибами не ушли, вернулись к закрытию участков. Избирательные участки в области открылись в 8 утра. Проголосовать жители региона могли в 982 местах. Глава администрации Владимира на выборы пришел одним из первых. Поставив галочки в двух бюллетенях за кандидата и партию, отправился дальше по делам. У сити-менеджера 18 сентября полноценный рабочий день. Почему с утра? Потому что хочется с утра отдать свой гражданский долг. И потом посмотреть, поехать, как у нас все-таки идут дела в городе. Проверить еще часть избирательных участков. 2015 человек, именно столько избирателей, должны проголосовать на этом избирательном участке. К слову, кроме главы администрации Владимира, здесь же ставят галочки в бюллетенях и главный прокурор области Игорь Понтюшин. Так что в этом месте выборы всегда проходят спокойно. А в прошлом году работу сотрудников 384-го избирательного участка даже отметили грамотой Центр избиркома. Тем не менее, вопросы у владимирцев возникали. Часть из них касалась очень узеньких отверстий в урнах для голосования. Нужно было смотреть информацию по центральному телевидению, которая рекомендовала, чтобы бюллетени складывались лицевой стороной вовнутрь. Тогда они будут удобно проходить в стационарный ящик. С утра пораньше делает свой выбор и председатель законодательного собрания. Владимир Киселев голосует в 46-й школе в микрорайоне Коммунар. Пришел на участок спикер не один, со всей семьей. Главный парламентарий региона уверен, прийти на выборы – гражданский долг каждого. Очень важно отдать свой голос сегодня, потому что некоторые люди думают, что голосовать не важно, что его голос ничего не решает. На самом деле голос каждого решает многое. Не всегда выбираются те люди, которые достойны быть избраны депутатами или в другие органы власти. Правда, на этом участке не все желающие смогли исполнить свой гражданский долг. Были и такие избиратели, которых до голосования не допустили. А вот меня не пускают. Почему? Собака. В прошлом году с собакой ходили голосовать или нет? Да. У меня Владимирский хатико был. На прошлом году? Далматин. Да. Ходили, все нормально? Да, да, да. А сейчас не разрешают. Тем не менее, явка на этом участке в первые два часа единого дня голосования была большая. В основном жители микрорайона Коммунар серьезно подошли к выбору. С утра все хорошие дела делаются, с утра, во-первых. А во-вторых, много планов своих на день. Да, я определилась уже, да, я шла с готовым решением. Знала, как, за кого голосовать. Не первый раз здесь голосуем, все в порядке, все нормально. Музыка играет, праздничные настроения. Алексей Дудин, Артем Горчаков, 6 канал. Теперь об итогах. Сегодня были оглашены результаты голосования на выборы в Госдуму. В областной избирательной комиссии отмечают, что кампания прошла спокойно и без нарушений. Но явка в 33 регионе заметно снизилась. Почему большинство людей не ходят на выборы и кто займет места в новом составе российского парламента? С подробностями Ольга Федина. 20.00. День голосования подошел к концу. Члены избирательной комиссии начинают подсчет голосов. Наблюдатели следят за каждым их шагом. Но за весь день нарушений на этом избирательном участке не выявили. Никаких эксцессов не было, нарушений не было. У нас есть наблюдатели, у нас есть члены комиссии с правом совещательного голоса. Явка, конечно, оставляет желать лучшего. Приходили люди и более пожилого возраста, и взрослые люди, молодежь. Но больше, конечно, людей, которым где-то за 45 лет. Явка действительно оказалась гораздо ниже, чем на думских выборах 5 лет назад. Вместо почти половины проголосовавших в 2011-м, в этом году на избирательные участки пришли чуть больше 38% избирателей. Первые итоги уже через час после выборов начали подводить и представители политических партий. Большинство сошлись во мнении, что голосование прошло легитимно и без нарушений. Социологи высказали свои предположения о причинах низкой явки. По их мнению, не интересуются политикой больше половины населения страны. Для этой пассивной части населения характерен такой подход, что вот ходят на выборы только дураки, которых разводят там как лохов. А я не позволю себе сделать лоха, поэтому я не пойду вообще на выборы. Это такая какая-то позиция. Есть у социологов и другое мнение. Люди, может, и пошли бы на выборы, но нет той политической силы, которой они готовы отдать свой голос. Получается, что крайне низок процент людей, которые действительно являются такими убежденными сторонниками какой-либо партии. Огромное число людей, у которых не сформировано четких каких-то представителей. За полтора месяца предвыборной кампании поступило 35 жалоб. Цифра по оценке облсбиркома небольшая. В сам день голосования обращений было всего три, но по ним нарушений не выявили. Спокойная обстановка оставалась и после закрытия избирательных участков. Мы в 20.00 без каких-либо жалоб, серьезных нарушений закрыли избирательные участки и приступили к процедуре подсчета голосов. На этом этапе, насколько я знаю, никаких жалоб и обращений ни от наблюдателей, ни от членов комиссии с правом совещательного голоса не поступало. После подсчета голосов оказалось, что 5-процентный рубеж для прохождения в Госдуму преодолели только 4 парламентские партии. Лидером, как и ожидалось, стала Единая Россия. За партию власти проголосовало почти половина избирателей. На второй строчке оказалось ЛДПР. В 33-м регионе демократы обошли коммунистов на 4%. Хотя в целом по стране КПРФ взяла серебро. Замыкает четверку «Справедливая Россия», которая набрала чуть больше 7,5% голосов. В одномандатных округах лидером стали кандидаты все тех же партий фаворитов. В округе номер 80 больше половины голосов отдали за Григория Аникеева. Почти 10% набрала коммунистка Людмила Бундина. А на третьей строчке оказался Валерий Беляков. В 79-м округе с большим отрывом победил Игорь Игошин. Второй стала Лариса Емельянова от КПРФ. А бронзу взял либерал-демократ Владимир Сипягин. Таким образом, кресло в Госдуме снова займут депутаты от «Единой России» Григорий Аникеев и Игорь Игошин. В следующем году у жителей Владимирской области возможности проголосовать не будет. А вот 2018-й обещает стать политически насыщенным. В стране пройдут выборы президента, а в 33-м регионе предстоит выбрать еще и губернатора. Ольга Федина, Константин Миронов и Александр Мажаров. Шестой канал. К другим новостям. Отказался от должности мэра. Игорь Кехтер объявил о досрочном сложении полномочий главы Суздаля. Свой пост он покидает уже 20 сентября. Новый мэр выберут в этот же день депутаты городского совета. По прогнозам самого Кехтера, должность, скорее всего, займет кто-то из его замов. Свой поступок глава города объяснил тем, что получил более выгодное предложение как для него самого, так и для жителей города. Теперь мэр Суздаля займется реализацией федеральной программы по внутреннему туризму. Это поможет привлечь в город новые инвестиции и турпоток. Одно из главных направлений проекта – развитие гастрономического туризма. Сейчас мэр Суздаля хочет придать инвестность в суздальской кухне. Уже готова презентовать местный сыр с плеснью под названием «Мистраль», огурцовое варенье и новые десерты. На реализацию федеральной программы у Кехтера есть два года. После окончания работы над данным проектом у меня будет возможность вернуться на прежнее место работы. Если мой опыт останется востребован, а депутаты Совета народных депутатов города Суздаля сочтут это необходимым и примут соответствующее решение. Желание продолжить работу у меня есть. У меня много планов и наработок, которые я готов реализовать в дальнейшем на благо города Суздаля. Наградили почетных жителей города. На площади УДК «Молодежь» обновили экспозицию городской доски почета. Знак общественного признания, то есть занесения на саму доску, удостоены 12 владимирцев и 12 предприятий организации области. С самыми достойными пообщалась Влада Миткова. Учительница русского языка и литературы, выходя на сцену, волнуется, как ученица у доски. Далеко не каждого заносят на доску почета. Ирину Вадимовну градули, вы наградили именно таким особенным знаком отличия. Мне сегодня очень волнительно и лестно находиться здесь, потому что очень неожиданно я оказалась в числе тех заслуженных и достойных людей, которые имеют такую честь находиться на доске почета города. Ирина Вадимовна 30 лет посвятила образованию. Работает в первом лице интернате и еще в Владимирском университете на филологическом факультете. Говорит, что своей наградой обязаны больше всего ученикам. Ведь именно они заставляют стараться и совершенствоваться постоянно. Ирину Вадимовну часто награждают на региональном уровне. Дважды она даже становилась лауреатом образовательной премии президента. Но по словам педагога, главная награда – это умные и образованные ученики. Она хорошая, добрая, умная, красивая, хоть и не таких лет. Но мы делаем разные задания, много чего всего. Выделяем корни, определяем предложения. Кроме Ирины Вадимовны наградили еще 11 жителей города и 12 предприятий организации 33 региона. Среди почетных владимирцев и тренер-призера Олимпиады в Рио Николай Куксенкова. На доску почета попали за высокие достижения в развитии экономики, науки, культуры, образования, здравоохранения и правопорядка. И очень замечательно, что среди нас есть такие люди, которых мы сегодня чествуем. Для них специально учрежден знак отличия – занесение на доску почета. А на доску почета, как вы сами знаете, заносят лучших из лучших. Влада Миткова, Евгений Токарев, Александр Мажаров, 6 канал. С праздником, Владимир! Наш город отметил свой 1026 день рождения. По уже сложившейся доброй традиции ко дню города подготовили подарки. В этом году ими стали новые пешеходные зоны и арт-объекты, а также современный детский сад в микрорайоне Комунар. Конечно, был и концерт, выступление профессиональных артистов и праздничный фейерверк. Чем еще завлекали и удивляли владимирцев и гостей города, расскажут мои коллеги. Они работали на разных праздничных площадках. И сейчас я предлагаю вашему вниманию наш специальный репортаж. Новое лицо городу в этот день явила и Георгиевская улица. Продолжение пешеходной зоны украсили памятниками, отреставрировали и фасады прилегающих домов. Это здание, к примеру, до ремонта выглядело вот так. Подарок Владимирсам к дню города связал воедино Спасский холм и участок у старой аптеки в одну большую пешеходную зону. Одну из первых новый арт-объект Владимира посетила губернатор. Светлане Орловой в постановке рассказали историю Георгиевской улицы и значение новых памятников. Этот район города в царские времена назывался Шалопаевка. В память о той эпохе Игорь Черноглазов разработал скульптуру филер и шалопай. Местный страж порядка приглядывает за маленьким хулиганом. Почему у тебя в такой день такие беспорядки? Виноват, исправимся, работаем, все сделаем. Я тебе шалопать покажу, как воронки. Ты давай мне палку, ты не перегибай. Значит, мальца накормить и отвезти к родителям. Но пешеходная зона заверила губернатор лишь начало кардинальных изменений в городе. У города большое будущее. Президент России Владимир Владимирович Путин подписал нам письмо на 8 миллиардов. Это центр города. Он будет восстановлен исторически, как это было в 17, 18, 19 веке. Мы строим, созидаем самый лучший город России. Владимир живет своим трудолюбием и своим талантом всех наших жителей. В Кумунаре в этот день впервые за 25 лет открыли новый детский сад. Он примет больше сотни детей. Из шести групп одна будет православной. Кстати, первой в области. Заниматься духовным воспитанием будут с малышами от 4 до 7 лет. Желающие уже есть. Само здание построено согласно современным требованиям. На первом этаже полы с подогревом. В каждой группе отдельный вход в буфет. Медицинский кабинет системы обеззараживания воздуха. Кумунар, так же, как и весь город, ждут большие перемены. Конечно, не хватает еще школы. Мы говорили с Светланой Юрьевной на эту тему. И она уже дала задание разрабатывать документацию для того, чтобы эту школу представить в самые ближайшие годы. Мы сделали новый проект развития территории. Здесь строятся высокие, красивые дома. Здесь в перспективе должна быть еще и поликлиника, и новая школа. И когда этот весь уже завершится, объем работы, здесь, конечно же, будет шикарно. О перспективах сельского хозяйства и промышленности говорили на агропромышленный ярмар. Сквер Липки на один день превратился в фермерское подворье. Свою продукцию представили хозяйства со всей области. Овцы, телята и гуси каждый предприниматель показывает, чем гордится. Романовская порода овец, к примеру, лучшая для бизнеса. Подомства дает многое. Продавать можно и шерсть, и кожу, и мясо. В хозяйстве этого фермера уже больше восьми сотен голов. Главное должен быть сцена, корм и какое-то сухое место. И площадь побольше, чтобы держать ее. И смотрим. Нормальный пастух надо. На Пушкинском бульваре в день города развернулась выставка достижений каждого из районов. Все, чем гордится область. От ремесленных изделий до промышленных разработок и продуктов питания. Только в этот день все можно потрогать, попробовать и купить. Флэш-мобы, ярмарки, парады, спортивные соревнования. День рождения города. Для владимирцев приготовили развлечение на любой вкус. А началось все в самом сердце города у Золотых ворот. В честь символичного открытия праздника первые лица города и области попробовали княжеский каравай и прошли сквозь арку Золотых ворот. В числе гостей и делегаций из соседних городов. Мы, жители города Иваново, конечно, гордимся то, что наши соседи сегодня очень быстро, динамично развиваются. И действительно мы видим очень положительные изменения в регионе, в городе. В этом году владимирцев решили удивить не только игровыми площадками, но и необычными праздничными шествиями. По новой пешеходной зоне прошли парадом 11 пар близнецов и прокатились киноколяски. Как украсить транспортные средства и в кого из героев кинематографа превратиться, продумывали заранее. Семья Буровых потратила на перевоплощение больше месяца. Какой фильм вы изображаете? Любовь на сене. Ну, любовь в сено. А самое главное, это хороший настрой, отличное настроение, чтобы для всех это парад, не конкурсы, чтобы все остались довольны проведением парада. Спасибо администрации города за то, что устраивает подобные праздники. В день города центр Владимира все же стал пешеходным. Прогуляться по праздничным улицам, несмотря на погоду, вышли сотни людей. Есть ли у вас любимые места в городе? Да, это вот этот район, улица Георгиевская, старая часть города. Владимир все-таки ассоциируется с молодостью. Все-таки за молодежью будущей, за молодостью. И я считаю, что сейчас много молодых людей, и это очень хорошо. Поет девчата, поет Россия, поет деревня, поет душа. На площадке у кинотеатра «Художественный» весь день звучали народная музыка и песни. На фестиваль «Золотое кольцо России» собрались лучшие гармонисты и частушечники города и области. На улице Дворянской перед владимирцами выступили настоящие бактерии. На турнир по силовому экстриму собрались именитые спортсмены из Владимира Москвы и Московской области. Участники поднимали штанги, гантели и даже автомобиль. Спортсменам удалось сдвинуть с места и автобус весом 15 тонн. Впечатления всегда положительные, то есть не первый раз выступаем. Ну, вроде все получается. Всегда ответственно вообще представлять город. Для любителей живой музыки на Спасском холме выступили рок-группы из Владимира и Германии. Музыкантам удалось покорить зрителей эмоциональным исполнением. Основная вечерняя площадка праздника на Соборной площади. По традиции, где-то приводит главная сцена. На концерт к нам уже приезжала Валерия, Олег Газманов. Теперь очередь финалистки шоу проекта «Голос» Ольги Задонской. Несмотря на холодный сентябрьский вечер, послушать концерт пришли несколько тысяч владимирцев. Своё выступление певица начала с пожеланий любимому городу Владимиру, Ольга Задонская, наша землячка. Родилась она, правда, в Украине, но почти сразу переехала во Владимир. Одна из первых преподавателей Ольги – Лариса Сёмина. Для Владимирцев Задонская спела десяток мировых хитов. Понравилось, как она пела песню Полины Гагариной «Спектакль окончен». Мы громко подпевали, включая даже наших иностранных гостей. Ольга Задонская нам очень понравилась. Она безумно хорошо поёт. Приняли очень тепло, я бы сказала, даже горячо. На второй песне уже буквально было прям жарко. Это было супер, ну просто. Приём был настолько тёплым, что я настолько расчувствовалась и чуть не разрыдалась во время одной песни. Я поздравляю свой любимый город с очередным днём рождения и желаю добра, мира в каждом доме. Не разочаровал публику и гармонист-виртуоз. Святослав Шершуков для Владимирского слушателя, конечно, не так известен. Но реакция Владимирцев на народную музыку показала – гармонь у нас в почёте. Это действительно тёплый приём. Нам безумно понравилось. Мы вообще счастливы, что оказались на вашем празднике. Потому что это действительно те люди, которые ценят свою культуру, свои традиции, которые дорожат ими и которые не собираются, по крайней мере, их терять. Кульминацией праздника по традиции стал салют. Несколько десятков залпов над Успенским собором, целых 15 минут красочного шоу. И ещё об одном подарке. Слились в едином хоре. Прологом Дня города стала грандиозная музыкальная акция «Праздник песни». В народе её уже называют народным караоке. На соборной площади выступил хор турецкого с песнями, известными каждому. Подпевали и все жители города, и даже первые лица региона. Как это было, расскажут мои коллеги. Голоса владимирцев слились в едином хоре. В преддверии Дня города Владимир посетил легендарный хор турецкого. Масштабная всероссийская музыкальная акция «Праздник песни» уже пронеслась по 20 городам России. Наконец, запели и в нашем городе. На соборной площади десятки тысяч жителей подпевали известным вокалистам. Акцию «Праздник песни» уже окрестили народным караоке. Подпевать люди не стесняются. В репертуаре у хора турецкого только песни, известные каждому. «Катюша», «Черный ворон», «Владимирский централ», произведение группы «Руки вверх» и многие другие. Светлана среди тех, кто пришел на концерт. Петь она любит с детства, сейчас выступает с академическим хором Владимирского музучилища. Пропустить такое событие, как концерт хора турецкого на открытой площадке в центре города, Светлана не могла. Он мощный, он действительно хор, хотя там несколько человек, но он звучит как хор. Как будто в нем сто человек, мне нравится. Это приносит всем радость, всем счастливы, кому грустно становится, всегда весело. Я разрешаю не петь. Он просто объединяет всех. Про того, которого любил вас, про того, чем не совпадает вам. Пропустить такое мероприятие не смогли и первые лица области и города. Губернатор 33-го региона даже спела в микрофон на сцене вместе с Михаилом Турецким. Исполнили они известную песню «Надежда, мой компас земной». Здесь у нас холодные рассветы, здесь на неизведанном пути ждутся мысловатые сюжеты. В праздник песни Светлана Юрьевна пообещала владимирцам еще больше ярких и интересных мероприятий в нашем регионе. Ведь именно они объединяют всех жителей и заряжают положительными эмоциями даже в плохую погоду. Теперь почему мы поем? Раньше у нас была немножко пьющая область, а теперь поющая. Ура! Хор Турецкого Владимир любит и посещает уже не первый раз. Кстати, народная караоке – это далеко не единственный проект Михаила Турецкого. Женская реинкарнация хора Турецкого – группа «Сопрано». Сопрано Турецкого – девять стильных, музыкально образованных, ярких, артистически одаренных женщин. Голоса владимирцев звучали до позднего вечера. Хор Турецкого долго не отпускали со сцены. Влада Миткова, Евгений Токарев, 6 канал. Эти и другие новости вы всегда можете найти на нашем сайте 6tv.ru. Если вам есть о чем рассказать, звоните нам 36 66 66, и вы тоже можете стать героем нашей программы. Спасибо, что провели это время с нами. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok